hi guys у вас сейчас наверное вопрос что вообще здесь происходит какие-то тараки где-то люди что-то грузят ребят это все не просто так сегодня на канале премьера абсолютно новый формат и я проведу целый день с бригадой по мувингу для тех кто не знает краткий ликбез мувинг от слова мув что-то перевозить передвигать то есть это услуги по переезду очень популярные среди американцев и это очень популярная профессия на старте здесь в америке наряду например с таксистами или трак драйверами и самый интересный вопрос сколько же ребята зарабатывают это мы сегодня выясним поэтому отправляемся прямо сейчас спасибо ребят за лайк на что погнали ребят грузимся на часах 8 30 утра и ребята готовятся выезжать на заказ надо погрузить в этот 6 метровый грузовик все что нужно для того чтобы начать свой рабочий день двойки бланки ты чтобы упаковывать мебель чтобы ничего не поцарапать одеялки такие мягкие вполне можно заполнить вещами зависит как заполнять если много вещей мы пополним прямо под потолок знакомьтесь гриша илья саша и паша сегодня еду вместе с ними и у каждого из ребят совершенно разные истории как они казались здесь в америке и в качестве своей первой работы выбрали мувинг гриша из ижевска впрочем из россии много лет жил в ижевске потом переехал в казань потом приехал в москву он сюда уже как-то в америку попал по баскетболу играю в баскетбол переехал сюда подписал контракт сначала галдогу за школу потом прошу год я играл за сан-антонио за мужскую команду в этом году еще новый как то есть четыре забайкаль из россии как-то в америку попал я приехал сюда в гости по туристической визе год назад и решил остаться меня зовут павел я из города ланды это в россии я как и все как большинство попал через мексику перешел границу меня зовут саша большую часть своей жизни я прожил в городе итальятти последние шесть лет я жил в сочи в россии я попал через мексику через забор то есть мы с семьей перелезли через забор и попросили политического убежища у меня два высших образования я был ну основная моя деятельность это наверное экономист а есть перед выездом традиция но типа чтоб денег много заработать или чего-нибудь там сказать нет хорошая идея надо придумать быстрее давайте быстрее муверов строгая иерархия и вот как это работает оператор принимать заказы от клиентов и формирует расписание для разных бригад на следующий день в бригаде есть форман это грузчик и водитель в одном лице он же общается с клиентом ну как капитан команды следить за всем рабочим днем и у него самая высокая зарплата остальные участники бригады называются хелперы то есть рядовые грузчики в их обязанностях по грузкам и разбудке так залезть да супер им трак в котором можно отдохнуть фактически спальни да но это так обычно ездит локал то есть куда-то далеко да он ездит предположим в синий штат ну если положим там загрузка через десять часов они спят спасибо поехали ну не знаю я честно я в 20 лет не думал что лучше судить так но как-то так произошло что мне как-то пригласили сказали типа вот поедешь и такой да и все и так и в принципе научился кстати водить такой трак в сша можно по обычным правам тем временем мы выезжаем от базы и в пути проведем около получаса то есть клиент ждет буквально в соседнем районе а самое главное ребята еще не знают сколько они сегодня заработают вот это нам и предстоит выяснить путь про работу вот знаете я как творческий человек часто например слышу что мол творчеством много не заработаешь подождите но как же тогда дизайнеры они придумали буквально все что нас сейчас окружает телефон или любой другой гаджет который показывает вот этот мой ролик тоже за дизайн или же талантливые ребята и их работа хорошо оплачивается поэтому современное творчество это еще реализация и перспективы а стать дизайнером поможет курс старт дизайне от ребят из онлайн-школы контента такой знаете первый безопасный шаг в профессию курс состоит из двух частей два месяца профориентации по пяти востребованным специальностям UX UI графический дизайн дизайн интерьеров моушен дизайн и 3d арти а далее каждый выберет что близко по душе кого интерьера делать а кто готов и компьютерную игру нарисовать кстати у меня друг есть он отучился на моушен дизайнера и теперь они птишки рисует и продает их по всему миру если учиться то у лучших поэтому менторами на обучение будут дизайнеры работающие с топовыми компаниями и что важно 80 процентов курсов практика тут ученики проходят онлайн практику от редкет и озон и создают реальные проекты для компаний а по 3d вообще какие-то сумасшедшие вещи делают абсолютно с нуля еще ребята проводят конкурсы для студентов например рисовали альтернативные обложки для гарри поттером а в сентябре стикер паки и постеры разрабатывали на тему учебы это и будет готовым портфолио для дальнейшей работы курс можно легко сочетать с вашей работой или учебы ссылка как всегда будет в описании а если вы идете промокод неллим то еще и скидка в 45 процентов будет так что гу записываться но я возвращаюсь обратно к ребятам а тем временем по пути ребят сворачивают магазин кто позавтракать не успел а кто возьмет кофе и водички с собой на длинную смену а что обычно с собой берете чем-то на обед нет я не обедаю я ем один раз в день стараюсь но вообще иногда если обедают либо клиент заказывает мы заезжаем куда-нибудь там клиентом за свой счет может заказать да так ну это в общем то такой небольшой придорожный магазинчик точнее сказать их целая сетка по америки 7-11 такой 7 до 11 в свое время работал сейчас мне кажется намного дольше короче здесь можно купить кофе всякие перекусончики бургеры и конечно же американские пончики вот пончик по доллар 79 к бюджету обычно на взять с собой еды на день любой вкус и кошелек завтрак несколько баксов до 10 баксов очень взяли это обед или это прям сейчас перед завтрак у меня есть дома кофе-машина поэтому я беру кофе из дома по завтраку тебя не успел свой утром оплата у муверов почасовая в конце каждого дня плюс чаевые причем вот они могут составлять до 40 процентов от основного заработка я например начинаю базово спрашивать ставки на чаевые ставки на сколько часов когда мы приедем так ставка на чаевые какая давайте 60 че и каждому я буду как формально убивать сотки каждому еще сверху к зарплате до выпьем же за это а тем временем мы уже на месте и большой город диктует свои правила запарковать трак негде и приходится вставать вторым рядом случае штрафа кстати это ответственность клиента такие правила так ждем или идем ждем вот это сейчас мы приехали в квартирный комплекс в лос-анджелесе то есть многоквартирный дом и ребятам нужно будет погрузить сюда вещи в машину и сколько получится они не знают и после этого поехать уже в новый дом то есть люди из одного в другой переезжают и деньги они получат только на второй точке поэтому сейчас нужно достаточно оперативно безопасно все загрузить вот в этот трак а вот это заказ наряд который ты должен заполнять да то есть у меня уже что-то заполненное есть да и от него мне нужно получить пару подписей я могу начинать работу потом в конце работы получаю еще одну подпись и отдаю ему вот здесь вот а здесь вот это что за тарифы это короче это 60 процентов ой 60 центов пиро дэмэш паунт иншуренс это просто это страховка да если вдруг что-то тарифы у него у него сегодня хватит прайс ну что трак запаркован самое время отправиться за хозяйскими вещами нам на третий этаж вежливо спрашиваем разрешение поснимать клиент оказался довольно общительный американец чуть за 40 значит вот с этой стороны приходит квартиру находится кухня такая гостиная в принципе она обычно за комнату в америке не считается а вот дальше как раз таки спальня номер один вот здесь тоже вещи кстати кровать достаточно много вещей и спальня номер два то есть поэтому по факту эта квартира считается двухкомнатной кстати потом когда люди выезжают из вот таких вот арендованных квартир арендодатели потом перекрашивают стены то есть вот эти вот маленькие коцки это окей все потом заново перекрасит и естественно вот человеку который жил до выставит счет ну в среднем где-то долларов 200 300 может выйти если ты там стены например сверлил что-то перекрасил ну или стены прям очень-очень убиты получается что хозяин вот этих апартаментов под этой квартиры две комнаты он практически уже все упаковал вот эти вот коробки причем смотрите коробки все подписаны то есть видно что человек не первый раз переезжает от телега чат какой сейчас план надо принести все коробки и тележки в мы через все время обычно мы сидим за нашими соблами это шею планкеты и тележки вы можете на все коробки потом мою мебель сейчас видела что картины мяты уже вы сказали да 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 мы ему показали Чтобы потом не предъявляли, да, если хорошо? На всякий случай у вас, кажется, не намятое. Очень часто так бывает, что он начинает нам говорить. Ну, это зависит от... То есть как-то раз мы проверяем, что телевизоры перед тем, как упаковывать их, чтобы спросить, а вот это... Что не работает, да? Да, потому что у меня знакомого было один раз, что его до последнего пытался он сказать, нет, не надо, все нормально, все нормально упаковывать. Он все-таки настоял, они его включили, оказалось, что телевизор просто матается, все убитые. В больших городах люди привыкли переезжать. Ну, или из экономии, или потому что селятся рядом с работой. Тут ехать в пробке 2 часа до офиса вообще не широко принято. Поэтому мувинг, как вид бизнеса в США, актуален почти уже 80 лет. На мувинге люди строят большую карьеру, и американцы. Я удивлялся, что люди по 5 лет работают. Вот, оказывается, есть компании, у которых опыт, 20-30 лет американцев, которые работают со своим костюком, зарабатывают хорошие деньги, больше и среднего. А нам, как иммигрантам, таким зеленым людям, которые только приехали и начинают свою дорогу, это вообще супер. Красный, практически бархатный диван. Надо тоже все сохранно запаковать. Да, конечно, обязательно. Один из, наверное, основных плюсов мувинга для таких, вот как мы, которые пришли без денег, которые обнулились полностью, у которых там есть семья, пустая квартира. Это то, что ты можешь сказать пацанам, мне нужна кровать, мне нужен дрессор, мне нужен телевизор. В течение месяца у меня было вот примерно такой же холодильник. В смысле, ребята скинулись и тебе... Нет, нет, нет. Очень часто на мувинге люди уезжают в другой штат, и они говорят, мне не нужен холодильник, заберите, выбросите где-нибудь. Ты что жертвует? Да, да, нет, они не то что жертвуют, они говорят, выбросите, вот этот диван вынести куда-то. Мне позвонили, например, скинули фото, сказали, хороший диван тебе нужен, я говорю, да, да, я пока не могу себе купить новый, пока я вынужден. Потом мне позвонили, у тебя дети, PlayStation надо? Я говорю, да, надо. А телевизор нужен, 55 дюймов? Я говорю, да, пригодится. И вот так вот, вот так вот, в течение месяца вся квартира обставлена. То есть это бонус вот такой для начинающих. Вот Стасу повезло, когда он получил мнение, женщина дала бутылку кинтубского рома, что ли. В общем, алкоголь очень какой-то древний старый, 70-70-х годов, бутылка стоит 5000 долларов. А они продали. Продали за пятерку? За две. Мы из чуваков дали машину, как чаевые, но там, нет, это реальная история, я знаю этого чувака, но там старый мустанг, каких-то там бородатых годов. Только это же прикольно. Бородатых годов, стоял на бакьярде у чувака, уже не ездил, он сказал, если готов томнуть его отсюда, забирать. На заднем ходе рекламы. Класс. Вот. Ну блин, ну это прикольно, да. Он его, короче, зафиксил, ну починил, все сделал, и он сейчас у него в горове стоит, наполированный весь, ну... Ничего себе, мечта! Ну да, но сейчас такой мустанг, наверное, новый, ну не новый, имеется ввиду, в нормальном состоянии, стоит очень хороших денег. Едем вниз. Хо-хо-хо! Это было... Я была не готова к такому резкому. Говорят, что в Чикаго и Нью-Йорке, где дома в основном многоэтажные, то есть очень высокие, с мувингом сложнее, и сложнее самим ребятам, потому что приходится таскать прямо по старым лестницам старые здания, изнашивается организм, очень болят спины, очень болят руки. Здесь, в более-менее, так сказать, одноэтажной Америке, в Калифорнии, ребята хотя бы могут использовать тележки, но все равно труд нереально тяжелый, и так приходится работать каждый день. Что каждый вечер болит после рабочего дня? По-моему, это спина, ноги, если очень много ходишь, многие очень сильно болят, то есть в основном спина все-таки. А что можно делать, чтобы она не болела? Носить какие-нибудь пояса, я не знаю, тренироваться? Да, есть спортивные пояса, они на пояс, получается, одеваются, и вроде как не болит, но если все равно долго работаешь, если много подымаешь, все равно будет болеть в любом случае. Стоит того, как нет избавления. Работа такая. Несмотря на сложность, мувинг до сих пор остается одной из самых доступных работ для вновь приехавших. Слушай, как ты относишься к тому, что, ну, некоторые считают эту работу, ну, условно, понижением или обнулением, знаешь, ты в своей стране где-то занимал должность высокую, а потом вынужден вот в этих Америках грузить что-то? Угу. Это окей. Ну, это старт все равно. Надо просто смотреть на это со стороны. Как на возможность, да? Конечно. И стараться еще не задерживаться здесь. Для тебя какие плюсы работы в мувинге? Ну, объективно. Плюсов тут не так много. Радует только зарплата и чаевые. Это единственные плюсы. Ну, то есть, если будет возможность, ты перестанешь быть мувером, и куда бы ты пошел? Пока нет каких-то вариантов. У меня, потому что образование в России, оно было узкопрофильное, и я не могу здесь подобрать другие варианты. А кем ты был? Я обслуживаю локаторы в аэропортах. То есть, здесь будет сложность. Здесь нужно заново обучиться, язык, легализоваться. Это очень долго. Мне кажется, за это хорошо платят. За это хорошо платят, да. Узкая специальность. И в России хорошо платили, но здесь, я думаю, гораздо лучше. Так, а тем временем уже практически пол первого. Да? Да. Это... Сейчас я расскажу. Начали мы в 9.45, то есть, уже 3 часа 70... А, нет, нет. Это чисто ваша работа? 2 часа 75. Ну, 2 часа 45 минут наша работа. Здесь силы нужны. Оп. Слушай, ну, получается, что у нас половина только, да, сейчас трака загружается из этих апарт. А бывает вот, чтоб целый? Да, под потолок. А это просто подарок для тех, кто постоянно нервничает. Позвари на этот целый рулон пупырки. Можно я пару сделаю? Приезжаешь в новое место, снимаешь пупырку, снимаешь стресс. Все, я снял стресс. В комментариях к этому видео разыграем целый рулон пупырки вместе с ребятами. Так что, ребят, прямо сейчас лайк, подписка на канал и любой комментарий. Вообще без шуток. Отправим в легкую. А как на тебя упал стол? Поставили стол на вот этот, на лифт-гейт, соответственно, это лифт, который поднимает вещи к траку. И произошло так, что он был в центре тяжести, его было немножко по-другому. А был дождь еще в этот день. И это уже был поздний вечер. И получается так, что, когда мы поднимали лифт, трак дернулся. И стол просто вот так на меня полетел. И все, что я успел... Ну, я почему-то даже... Я дурачок, я даже руки не вытянул. То есть я просто вот так сжался, короче. И он прям тебе надо упал. Ну да, он так вот упал. Но все обошлось. Но с тобой все было в порядке? Да, да, да. То есть ни голову не пробило, ничего. Да блин, я на самом деле привык, потому что я высокий. И я обо все бьюсь головой. Это как бы моя такая проблема. Так, это один из телевизоров упакован. Ну слушай. Все надежно. Сцеплено. Сейчас у меня главная цель обеспечить своих родителей, наверное. Как только я вернусь в баскетбол, как только так сразу. Но я бы на самом деле хотел бы своему играм понять. Потому что я уже знаю этот бизнес и что надо сделать. И на что тратить деньги. И как его сделать прибыльно. А родителям ты деньги отсюда отправляешь? В Россию. В Россию, чтобы они... То есть тебе хватает и себе на жизнь и ты отправляешь? Ну я... Мне хватает... Да, конечно, мне хватает и себе на жизнь. Я отправляю родителям, еще друзьям периодически помогаю с деньгами. Ну я такой, я пацифист. Я просто... Ну мне много не надо. Мне легче кому-то подарить как будто бы деньги. Потому что я понимаю, что в России, предположим, там ту же самую сотню долларов. Мне она ничего не сыграет. Их заработать нам это тяжело. Ну, особенно в моем городе там 30 тысяч в месяц зарплата средняя. И я такой, типа, блин, да ладно, братан. 30 тысяч рублей. Да. И я такой, да ладно, братан, не возвращайтесь. И так, прошло уже практически 4 часа. И плюс будет считаться время на сейчас вот загрузку и отправку уже на выгрузку. То есть новую квартиру. Не все, кстати, здесь в Америке пользуются мувингом. Есть те, кто экономят силы. Просто зовут друзей. Или вот сами. Вот ребята вот сейчас рядышком, кстати, шкаф несут. Один и вон у них второй. Все сами. Просто взяли тележку и грузят собственную машину. Ребят, поделились, что почти каждый работает по 6 дней в неделю. Вот и сегодня пытаются успеть за день максимум. Так что пока от обеда отказываются. Первым делом, говорят, работа. Dream Team в сборе. Все загрузили. Ну что? Пора ехать. Пора ехать, загружаться и делать ставки по чьиму и заработку сегодня. Спасибо. Можно вот так? Делать ставки? Позвольте. Ready, set, go! Смотри, какая зеленая на пневме ребята поставили. Привлекают внимание. Да, да. Смотри. Вот залезать у нее офигеть, конечно. It's a killer on the road. О, там и вторая такая же. Да. Но я немножко не выкупаю этого прикола, если честно. Но это, конечно, эпатажно. Это клево смотрится. Но это часть их культуры, мне кажется. Мусорка мешает, да? Да, да. Прям самим надо ее двигать? Ну да. Ну тапу, конечно, мясо не убило. Это небезопасно. Если так посмотреть, то по факту клиент переехал практически в соседний район. Но он все равно вызвал профессиональную бригаду, а не грузил все сам. Чемодан сломался? Я не знаю. Я сказал, что так было. Да. Мне тоже кажется, что у него с ручкой что-то было, но... Не знаю, да. Ну что, шел примерно пятый час. Ребята уже приехали на новую локацию. Собственно, это новая квартира того же владельца. Он поделился, что переехал сюда с семьей, потому что прошлые апартаменты стали на 600 долларов дороже стоить. Вот за эту квартиру с двумя комнатами он сейчас будет платить 2300 долларов в месяц. А какие качества должны быть, чтобы стать мувером? Ну, кроме как бы физической силы. Выносливость, терпение, потому что клиенты бывают разные. Выносливость, потому что дни тоже бывают длинные. То есть, есть некоторые люди, которые работают хорошо, но их не хватает. То есть, после обеда они все, садятся и говорят, я больше так не могу. Вот. Наверное, основные два вот этих вот. И... Не знаю, как это сказать. Любить свою работу. Потому что порой бывают моменты, когда денег она приносит не очень много. Поэтому ты должен держаться чисто на энтузиазме и надежде, что скоро все наладится. Ну, морально вы ли вы? Да. Вот. Кто-то считает, например, мувинг этим, получается, как ниже социальным слоем. Но вот зачем мне идти работать менеджером за четыре с половиной, я смогу пойти в мувинг и заработать шесть? Это, ну, зашкварно или нет? Не знаю, думаю, нет. Труд облагораживает, конечно. Ну и, как я говорил, ступенька. Надо ее перепрыгнуть. Главное, чтобы не оставаться на этой ступенью дальше на шагах. Я считаю, что это только старт. Я в России также начинал руками. В принципе, ну, чего-то достигал. Последние лет десять точно. Работал только головой, наверное, уже. И, на самом деле, приехав сюда, я считаю, что это хорошо. Работать, начать работать руками. Потому что я маленечко пришел в форму. Я как-то, ну, стал чуточку потянуть. И у меня стал как-то более правильный, наверное, распорядок дня. Несмотря на то, что работа тяжелая. Но я считаю, что это идет на пользу. Конечно, в перспективе, да, я хожу в колледж. Сейчас я хочу как-то маленечко восстановить свою профессию. Ты учишься на кого-то, да? Я пока учу английский. Но после него следующий этап – это high school. После high school уже защита своего диплома, который у меня есть из России. То есть, ну, как бы, может быть, я смогу когда-то вернуться в профессию. Может быть, я сяду на тракт. То есть, пока я не знаю, как меня жизнь повернет. Твоя американская мечта – это что? Моя американская мечта. Ну, леглась, документы, ремесленничество или нет, я не знаю. Но я бы себя попробовал в том, что мне нравится. Мне нравится сноуборд. Очень хочется съездить. Вот, это будет мой первый сезон в Калифорнии. Я думаю, что в этом сезоне попробую сноуборд. Я уже начал знакомиться с ребятами русскоговорящими инструкторами. Ты хочешь начать профессионально кататься? Ну, надо узнать, как это здесь происходит. Там, не в России. И, может быть, преподавать. Но это круто, это круто. Ты занимался раньше? Да, я катался у себя в России. Ставил тоже на сноуборд людей, преподавал. Попробуем здесь, может, получится. Это практически все или еще там что-то есть? Там пара лежит в коробках. Сколько уже примерно разгружаетесь? Час? Мы разгружаемся. Да, около того часа. А вот это, кстати, новые грузовики. Американские для доставщиков. Электрические. Многие компании сейчас переходят. И смотрите, несмотря на то, что он футуристичный, новый электрический, двери вот так вот все равно открываются. Все равно водители ездят с открытой дверью. Очень непривычное зрелище. Ты сейчас скучаешь по родным, по друзьям, может быть? Ну, конечно, скучаю, но ничего не поделаешь. Мувинг, например, для меня... Я не понимаю, когда там парень лет 25, у него стоит пикап-трак, и он хочет перевезти кровать. Он вызывает мувинг, мы приходим, ему перевозим. В общем-то, я не понимаю, почему он не может позвонить своему другу какому-то. Они вдвоем это сделают, экономят 600 долларов, купят текилы и устроят там пиратскую вечеринку. Почему нет? Ну, то есть разница менталитета. Да, разница менталитета. У меня был выбор между молодежкой и Америкой неизвестностью. Я приехал в неизвестность. Для меня, конечно, это открыло много возможностей. Открыло для меня то, как могут жить люди. Про уровень жизни, про очень много вещей, про то, как можно относиться к вещам, и, в принципе, какие деньги можно где зарабатывать. И теперь, даже если я вернусь когда-то в Россию, я понимаю, что долго там не задерживаюсь. То есть я в любом случае уеду куда-то и, наверное, сюда. Я хочу путешествовать по Америке, посмотреть где, как. Но вообще для меня это открыло, мне кажется, возможности. Просто страна возможностей, которая показала, что здесь что бы ты не умел, даже какую бы бесполезную вещь для мира ты не умел, но она все равно найдет себе цену и найдет обывателя. Сейчас просто прийти домой и купать на диван? Да. Купить пивку, рассесть в бассейн. И пойти дальше работать, если есть еще работа и пивка. А можно еще допускать доставки? Бывают другие мувинги, бывают доставки, да. Если бы тебе сказали, ну, отмотать время назад, и ты уже знаешь, какой путь ты прошел, тебе предложили бы еще раз его пройти? Да, конечно, я бы прошел этот путь снова, без колебаний совершенно. Я? Да. Да. Еще раз бы прошел. Этот путь дал мне тот опыт, который незаменим и который меня сделал тем, кем я есть. Я прошел боевое, и оно того стоило, да, безусловно, и стоило. Я на самом деле живу, я не думаю сейчас о себе, потому что у меня трое детей. Вот. Весь этот путь, он, в принципе, он был для того, чтобы у них был папа на свободе. Во время того нашего путешествия, пока мы сюда доехали, они видели разные страны, они общались с разными людьми, они видят здесь, что здесь не враги для них. То есть они понимают, что мир открыт, что они могут достигнуть всего, чего угодно. Пожалел или нет? Нет, конечно. Любишь Россию? Да. Любишь, нравится тебе Америка? Да, нравится. Есть вопросы, нет уже хорошего места, надо самому красить место и все. Вы закончили, да? Да, мы закончили. И ты сейчас несешь на накладную, на, собственно, счет для клиента. Счет для клиента вышел 985 долларов 54 цента. За сколько часов? За 6 часов. Собственно, сейчас мы идем получать наши чаевые, надеюсь, все будет отлично. Сейчас узнаем, сколько закладок летит. Погнали. Очень, очень много в это. Что? По 15 долларов каждому. Можно? По 15. Очень маленькие чаевые зашли. Очень маленькие. Очень маленькие. Ну, особенно такого типажа людей, потому что он, ну, во-первых, он американец. Обычно американцы сразу, как бы, гарантированно чуть повыше. Получается 60, только не каждый, но всем. Ну, если финализировать, короче, сегодня была не очень длинная смена, да, и вещевыми, да, как-то дядька очень поскромничал. Ну, а если в среднем, сколько вообще на мовинге удается заработать в месяц? Ну, так вот очень в среднем. 6-6,5 тысячи долларов. До налогов. До налогов. До налогов. Хочется пожелать каждому из вас, чтобы получилось все, что вы задумали. Вот, делитесь своими планами. Вот я от всей души желаю, чтобы это было каким-то шагом к чему-то большему, светлому, классному, к тому, что вы стремитесь, в общем, к вашей, можно сказать, американской мечте или просто к вашей мечте. В общем, ребят, такой сегодня ролик вышел. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. И от всей души могу рекомендовать вот Professional Moving. Вот ребята приедут, помогут. Все ссылки оставлю в описании. Еще раз спасибо. Вы знаете, что, ребят, я сегодня поняла, действительно день был очень трудным. Парни очень устали, но при всем при этом они остались позитивны, верят в лучшее. И вот на такой ноте я хочу закончить сегодняшний ролик. Большое спасибо, что прямо сейчас поставите лайк. Подпишитесь на канал. И до встречи в новых роликах. Берегите себя. Bye, guys. Субтитры сделал DimaTorzok